На прошедшую неделю на профильном комитете Заксобрания новосибирские парламентарии очень бурно обсуждали проблемы переходного периода по обращению с коммунальными отходами. Январь уже фактически закончился и вскоре каждый из нас должен будет заплатить за вывоз мусора по новым тарифам. Каждый городской и сельский житель ежедневно волей-неволей выдает на гора немало мусора. От его обилия в первую очередь страдает окружающая среда, а вместе с ней и люди. Чтобы решить наболевший вопрос, правительство разработало принципиально новый подход к решению этой проблемы. С 1 января в стране стартовала мусорная реформа. В каждом регионе был выбран оператор, ответственный за сбор и утилизацию отходов. В Новосибирской области им стала компания «Экология Новосибирск». Большинство обращений, которые поступают и в абонентскую службу, и в диспетчерскую службу, это юридические лица, которых у нас на территории сегодня более 30 тысяч. На сегодняшний день подали только 3362 заявки на заключение договора. Остальные либо пользуются контейнерами на домах, жители за них платят, либо какие-то серые схемы до сих пор используют, либо самостоятельно куда-то уходят. Таких предпринимателей будут выявлять, заставляя переходить на новые рельсы. В остальном же перемены, по оценкам участников рынка и областных властей, не вызвали коллапса. Мусоровозы уже увидели даже в отдаленных деревнях и селах, куда они отродясь не заезжали. Сейчас содержимое баков вывозят из 245 населенных пунктов. Еще в прошлом году централизованно обслуживали всего 98. Отшлифовать единую систему вывоза, сортировки и утилизации мусора предстоит в ближайшие месяцы. Кроме того, планируется построить 8 площадок размещения коммунальных отходов на территории Новосибирской области. В рамках этой программы мы увеличиваем финансирование. Задача сейчас создать инфраструктуру. Там, где ее невозможно создать с участием средств частных инвесторов, это удаленные районы нашей области. Под инфраструктурой мы подразумеваем фейерочить полигоны, соответствующие всем требованиям по экологической безопасности, а также площадке временного накопления. На эти цели в 2019 году областные власти направят порядка 119 миллионов рублей. Ежегодно финансирование будет увеличиваться. С 2020 ожидается участие и федерального бюджета. Реформа позволит внедрить в регионах новые технологические решения в сфере раздельного сбора мусора и повысить безопасность его переработки. Удорожание же услуги должно пойти на пользу экологии. Вывоз одного кубометра мусора обойдется в 466 рублей с НДС. Но из чего же состоит этот тариф? 44 рубля 36 копеек без НДС – это расходы регионального оператора на услуги по обезвреживанию, захоронению в ТКО. 332 рубля 37 копеек закуп – это расходы регионального оператора по транспортированию ТКО. И 11 рублей 60 копеек закуп без НДС – это расходы с бытовые. Новосибирцы уже вскоре впервые заплатят за вывоз твердых бытовых отходов по новым расценкам. 92 рубля с каждого зарегистрированного в квартире человека. Услугу из жилищной переквалифицировали в коммунальную. А это значит, в тариф затесался 20-процентный налог на добавленную стоимость. Ранее федеральный центр обещал исключить налоговую составляющую, но пока этого не сделано. Мы обратились к Сергею Николаевичу Семке, который курирует этот вопрос. Если там подвижек этих нет, то тогда мы со своей стороны будем инициировать на ЗАГС собрание о том, чтобы внести это предложение о скорейшем изменении в сторону уменьшения на 20%. А пока платеж может существенно ударить по кошелькам многодетных семей. Ведь сейчас начисления зависят не от площади квартиры, а от числа жильцов. Не исключено, что для них в регионе ведут льготы на оплату мусорной услуги. Конечно, мы не останемся в стороне от решения вопроса по многодетным семьям. Но надо начинать работу, а потом тогда уже в процессе этой работы делать определенные коррективы. На полный разворот новой мусорной схемы во всех полутора тысячах населенных пунктов области отведено три года. Работы предстоит немало. Строительство полигонов и сортировочных линий, отладка маршрутов транспортировки мусора и общее повышение культуры обращения с отходами в обществе. Остается надеяться, что системный подход в сочетании с современными технологиями все же сделают свое дело. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.